Здравствуйте! Новости корпорации ВСМПУ АВИСМО в эфире. Меня зовут Полина Гладких. Давайте подведем итоги прошедшей недели вместе. Движение вверх. На производственной площадке АВИСМО монтируют новый козловой кран. Юбилейный месяц. 30 лет отмечает база отдыха Тирус, 50 турклуб «Алмаз». И непрерывная гонка. Победы и поражения спортсменов корпорации. И сначала новости производства. В Березняках на складе металлопроката цеха номер 49 монтируют новый козловой кран. Он заменит предыдущую установку, которая служила более 30 лет. Подготовка к монтажу началась в феврале прошлого года, а в начале марта специалисты дочернего общества АВИСМОстрой подняли кран на проектную высоту. За этой масштабной операцией наблюдала наша съемочная группа. С утра на площадке металлопроката 49 цеха ведутся подготовительные работы. Для того, чтобы поднять и поставить на опоры огромную конструкцию, задействовали две единицы большегрузной техники. Это краны «Липхер» и «Демак». Каждый грузоподъемностью более 200 тонн. К ним с противоположных сторон стропят конструкцию крана. Работы выполняет бригада монтажников «АВИСМОстрой» под руководством Александра Чижова. К слову, эти же мастера занимались и самым сложным этапом всего процесса – сборкой конструкции крана. Это было 42 отдельные сборочные единицы, как крупногабаритные, так и поменьше. И вот из этого конструктора «Лего» надо было собрать кран, учитывая его габариты, учитывая его вес. При том, что надо было выдержать и все геометрические параметры, заложенные в чертежах, так как длина крана почти составляет 59 метров, при весе 42 тонны. Все подготовительные работы закончены. Теперь с помощью грузоподъемной техники специалисты поднимают кран. Все проходит четко по плану. Процесс занимает не более пяти минут. Теперь монтажникам нужно тщательно закрепить установку. На узлах верхнего пояса моста эти работы мастера проводят с телескопических вышек. Следом идет установка кабины крановщика. Кабина крана современная. Кран – это 12-тонный, но предназначен для приемки грузов различной массы. Данный кран грузит и автомобильный транспорт, и железнодорожный, универсальный. После того, как специалисты АВИСМО «Строй» установят навесное оборудование, на объект зайдут мастера из АВИСМО «Спецремонт». Они выполнят электромонтажные и пусконаладочные работы. Новый козловой кран в «Строй» планируется ввести в конце апреля. На АВИСМО действует программа по плановой замене кранов, отработавшейся в свой нормативный срок. Данный объект для нас является очень важным в связи с тем, что в связи с возросшим числом ремонтов данный склад обеспечивает металлом подразделение АВИСМО. После окончания работ на складе металлопроката цеха 49 монтажники приступят к замене следующей крановой установки. Это будет мостовой кран в цехе 32. Прошедшая неделя выдалась богатой на юбилеи. 30 лет отмечает база отдыха «Тирус». Уже в 1992 году она принимала более 700 гостей. А сейчас это любимое место тысяч отдыхающих. Среди салдинцев нет такого человека, кто ни разу не был в «Тирусе». Мы останавливаемся здесь на уикенд, забронировав номер в гостинице. Приезжаем сюда, чтобы навестить детей в лагере и сделать фото на самой высокой скамейке Гулливера. История базы началась в 1992 году. Первопроходцами стали Нина Бужинская, Александр Шилов, Александр Артемов, Василий Фролов и Людмила Осиева. Они инициировали рождение самой главной традиции «Тируса» – вложить душу в свое дело. Традицию эту вот уже три десятилетия продолжают все, кто когда-либо здесь трудился. Ну где вы найдете такой лагерь, в составе сотрудников которого депутат Молодежной Думы, лауреат премии губернатора Свердловской области, три скрипачки, два театральных режиссера, участники телевизионных проектов «Утренняя звезда», «Танцы на ТНТ». Кстати, «Ловите» – интересный факт. В «Тирусе» образовалось 16 семейных пар среди его сотрудников, а 34 воспитанника лагеря продолжили в нем трудовую деятельность. Так чем же манят салдинцев и гостей города это уникальное место на берегу Салды-реки? Во-первых, гости отмечают неповторимый медовый воздух «Тируса». Во-вторых, это комфортабельные гостиницы «Добрый леший» и «Теремок», которые любят за домашний уют. Сегодня «Тирус» – это структурное подразделение цеха номер 51 в СМПО. Здесь проводятся областные соревнования по шахматам, развлекательные программы заводской молодежки и совета ветеранов. Кроме этого, база предоставляет своим гостям целый спектр услуг – бар, где можно провести торжество, караоке, зал, уютные номера, тропа здоровья. А рядом – обновленная мангальная зона. Ну и, конечно, это загородная здравница, раскинувшаяся на 11 гектарах – лучший в мире лагерь. Те, кто купили сюда путевку однажды, приезжают вновь и вновь. В преддверии лета сотрудники «Тируса» уже начали подготовку к лагерной кампании. Ребятишкам, которые отдохнут здесь в летние месяцы, посчастливятся отпраздновать 30-летний юбилей самого любимого лагеря и начать писать новую – 31-ю главу нашего «Тируса». Смотрите во второй части выпуска. Юбилейный месяц, 50 лет отмечает турклуб «Алмаз». И непрерывная гонка, победы и поражения спортсменов корпорации. Я привелся от коронавируса, но, к сожалению, в вакцинации есть побочные эффекты. Теперь дядя Витя может не держать социальную дистанцию. А сейчас мы проверим твой пресс. Запишитесь на бесплатную вакцинацию от коронавируса на госуслуги.ру и будьте снова с теми, кто дорог, несмотря ни на что. Ну давайте, нападайте! И еще одна круглая дата. В марте 50-летний юбилей отмечает турклуб «Алмаз». Многим эта организация хорошо знакома. Она была образована на Березняковском предприятии, которое тогда называлось «Титаномагниевый комбинат». В 1972 году с предложением развивать туристическое движение на комбинате к работникам обратился заядлый турист и будущий директор предприятия Евгений Самусик. Заводчане эту идею сразу поддержали, ведь среди березняковских металлургов было немало любителей сплавов и походов. Они-то и организовали первый в Березняках туристический клуб предприятия. Металлурги ходили в походы, сдавали нормы ГТО по туризму, а самые опытные отправлялись в настоящие туристические экспедиции. Хочется испытать себя. То ли самоутвердиться, как-то проявить свою силу, свои способности. А потом это превращается в свою роду болезнь, увлечение. После каждого похода хочется быстрее в новый. В ряды турклуба активно вступали не только металлурги, но и работники других промпредприятий березняков. Очень скоро «Алмаз» стал известен не только в городе, но и далеко за его пределами. Туристы-производственники не боялись самых сложных походов. Они побывали в Саянах и на берегу Тихого океана, покоряли Полярный и Приполярный Урал. Позже «Алмаз» стал самостоятельной организацией. Сейчас ее возглавляет известная березняковская туристка Евгения Дерябина. Благодаря ей клуб, основанный на БТМК полвека назад, до сих пор работает и активно развивается. А значит, сотни туристов продолжают покорять новые вершины. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Дети зависают в гаджетах. Самая частая – жалоба учителей и родителей. Как наладить контакт с ребенком, как заинтересовать его на уроках – это вопросы, которые нужно решать. Об этом шел разговор доктора психологических наук Ильи Слободчакова с учителями, школьниками и родителями Верхней Салды. Благотворительный фонд Михаила Шелкова «Эмпатия» запустил проект «Психологическая мастерская». Эти два дня мы будем разговаривать с педагогами и с родителями о самых разных вопросах, что происходит, где у нас возникают точки непонимания. Единственный универсальный инструмент – это готовность и желание учителей и родителей принимать детей такими, какие они есть на самом деле. Практически любой ребенок может быть успешным. С моей точки зрения он должен быть успешен, если в этом заинтересован. Потому что, как правило, проблема педагогического неуспеха – это недостаточная мотивированность взрослых. Для того, чтобы этот ребенок стал выше, лучше, свободнее, надо понимать, что когда ты педагог, ты при этом не перестаешь быть человеком, надо не бояться разговаривать с детьми на их языке и приучать их к своему языку. Одна из важных особенностей для педагога именно – четко понимать, где начинается вот эта история эмоциональной закостинетости. Важность таких встреч отметил учредитель благотворительного фонда «Эмпатия», заместитель председателя Совета директоров корпорации ВСМПО «Ависма» Михаил Шилков. Фонд будет проводить семинары с участием приглашенных психологов ежеквартально. Учителя и родители школьников смогут сами выбирать темы встреч, будь то вопрос, который волнует давно, или то, в чем просто интересно разобраться. Главное для нас – не навязывать педагогам какую-то определенную траекторию развития, но шаг за шагом создавать ее вместе с ними. Выпуск продолжат новости спорта. Березняковские лыжники вновь вышли на трассы спорткомплекса Новожилова. Там прошел пятый вид спорта Киады «Ависмы» – личное первенство по лыжным гонкам. В забегах приняли участие более 80 спортсменов. Женщины бежали 2 и 3 километра, мужчины преодолевали дистанцию 3 и 5 километров. Победители в отдельных возрастных группах будут отстаивать честь «Ависмы» на корпоративных соревнованиях. А в командном зачете лучшей стала сборная 37-го и 85-го цехов. И сейчас узнаем, кто после пяти видов спорта Киады выбился в тройку лидеров турнирной таблицы. Итак, второе и третье место сейчас делят сразу две сборные. Это команды 31-го и 35-го цехов. У обеих по 15 очков. С приличным отрывом от них выступает сборная цехов 37-85, на счету которой 9 очков. Пока именно они удерживают лидерство в турнирной таблице. 12-го марта «Титан» скрестил клюшки с командой «Авто Спартаковец» из Екатеринбурга. «Титаны» открыли счет, а во втором периоде удвоили его. В третьем периоде соперники догнали, а затем перегнали «Титан» 3-2. Но за пять минут до финального свистка «Салдинцы» сравняли 3-3. Судья объявил булиты. «Авто Спартаковец» закатил обидную шайбу в наши ворота. 4-3. Не расстраиваемся, у хоккеистов «Титана» по-прежнему есть большой шанс выйти в плей-офф, который начнется 26 марта. Спортсмены «Тирусмото» успешно финишировали на последнем этапе чемпионата области по зимнему спидвейу, который прошел в Богдановиче. Экипаж номер 22 в составе Александра Селянина и Артема Сиддикова преодолел все круги и показал золотой результат. По итогам всех этапов чемпионата спортсмены вошли в пятерку лучших гонщиков региона. Заняв четвертое место из 27. Пятую строчку заняли наши Павел Иванов и Александр Рябов. Не отстали от взрослых товарищей и юных спортсмены «Тирусмото». В последнем этапе по мотокроссу в Пышме бронзовыми стали Данил Садриев, Роман Шайнуров и Михаил Махаев. 12-13 марта в Верхней Салде прошел первый тур чемпионата Свердловской области по волейболу среди мужских команд. В подгруппе предварительного этапа принимали участие пять сборных, включая Салдинский «Титан». Наши волейболисты одержали победу над командами из Азбеста и Богдановича, но уступили спортсменам из Лесного и Новоуральска. В общем зачете «Титаны» расположились на третьей строчке. В конце марта салдинцы разыграют с пятое по восьмое места областного чемпионата. И к новостям города. В Верхней Салде в парке Гагарина прошел митинг. Горожане пришли поддержать решение Владимира Путина о проведении специальной военной операции. Обязательный атрибут акции – буква «З». Имена она в главных лозунгах «За мир», «За Россию», «За президента». Здесь люди пришли по велению сердца, пришли по велению своей души, потому что они понимают, что мы русские, мы уральцы, мы по-другому просто не можем. И поэтому здесь не было ни одного равнодушного человека. Это люди, которые через свою душу, через свое сердце пропустили ту боль, которую испытывают люди, русские люди, живущие на Украине. Призываю и поддерживаю. Я как историк, к тому же, преподаю уже 42-й год историю и общество знания, уверена в том, что все, что делают наши ребята, наша армия и президент, и министры, и Шойгу, это однозначно верно. Также для акции был еще один повод. 18 марта – день воссоединения Крыма с Россией. Полуостров вернулся в состав страны 8 лет назад. Сегодня наши земляки вышли на митинг, тем самым показали свою поддержку, свой дух, то, что они все вместе видят все, что происходит, и вот таким мероприятием поддерживают. Митинги в поддержку президента и в честь годовщины присоединения Крыма прошли во многих городах Свердловской области. 100 активистов из Верхней Салды приняли участие в масштабной акции в Екатеринбурге. На плотинке состоялся митинг-концерт. Губернатор Евгений Куйвышев призвал уральцев объединиться в это непростое время. Свердловская область, опорный край державы, всегда был и будет интеллектуальным, промышленным, кадровым потенциалом нашей страны. И всегда наша область будет поддерживать созидательное начинание. Дорогие друзья, сегодня наша страна стоит перед очень важным рубежом. Только сплоченность и единство позволят нам преодолеть все трудности и с гордо поднятой головой выйти из них, как это было в тысячелетней истории нашей страны. За свободу! За Отечество! Кроме того, в столице Урала на льду городского пруда активисты выложили огромную букву «З» Георгиевской лентой. Ее площадь составила примерно половину квадратного километра. Это были главные новости недели. Я желаю вам хорошего настроения. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok